Доброго времени суток, уважаемые друзья! Зовут меня Перпетум, или же Александр. И сегодня вместе с вами мы поиграем в потрясающую игру под названием CastleStorm. Хотя, честно говоря, я в неё ещё не играл. Просто посмотрел описание, посмотрел скриншоты, трейлер, и понял, что это то, что мне нужно. Потому что здесь можно возводить свои огромные замки с кучей всевозможных прокачек, с кучей разных воинов. И основная цель — это уничтожение вражеского замка, естественно. Но фишка-то не в этом. Фишка в том, что вражеское строение можно будет разломать буквально на кирпичике. И давайте договоримся так. Если вам игра понравится, и вы захотите увидеть продолжение, прохождение, наберём, как всегда, 3000 лайков, и я буду продолжать, почему бы и нет. Ну а пока мы просто стартанём, выберем, наверное, ну, компанию, естественно. Потому что здесь, скорее всего, будет больше всего возможностей. Ну и сложность у меня будет нормальная. Потому что не хочу выпендриваться и делать вид, что я суперкрутой строитель. Я ничего не знаю. Начнём с нормального. Ну и, быть может, сотню лет назад, быть может, не одну, два королевства начали кровавую войну. О, стихи почти. У рыцарей мечи и топоры. У северян. А. И каждый воин был силён, отважен и упрям. Да, это стихотворная форма. Земля была черна от крови, пущенной в бою. Богиня мира пролила ланей слезу свою. Слеза, вторая, протекла у девы по щеке. Камнями слёзы обернулись у неё в руке. Хе-хе-хе. Я не знаю. Наверное, стихи здесь выглядят немного неуместно. И синий самоцвет получил король из северян, а самоцвет у викингов был словно маг багрян. Те камни положили межусобицам конец, и ненависть вошла из упокоенных сердец. Ну, отлично, мир наступил. На древнюю легенду позабыли две страны. И чё, опять развязали войну, и тучи собираются предвестием войны. Ну, никуда это не годится, как же. Я же пацифист, мне нужен мир во всём мире, хоть я и люблю разрушение в играх, но чёрт возьми, это же только игры. Ладно, раз меня заставляют разрушать, хотя кого я обманываю, я же и пришёл в эту игру ради того, чтобы разрушать. Да, я не знаю, лукавлю, ну да ладно. Так, с этой есть наш замок, который мы и будем отстраивать. Но, скорее всего, это, наверное, будет обучение. Вначале оно всегда появляется. Я его не особо люблю, но в таких играх, наверное, нужно разбираться. Прочь из моего королевства разбойники. Ты ко мне, что ли, обращаешься, дедуля? Я ж не разбойник, я же архитектор, я пришёл тебе помогать. Будь я на полсотни лет моложе, я бы вам задал. Ну, ты не моложе, поэтому задавать буду я, дедуля. Надеюсь, ты передашь бразды правления в мои руки. В этом нет нужды, ваше величество. Да, видимо, я буду сэром Гарретом. Защитники королевства к вашим услугам. Очень вовремя, сэр Гаррет. Ну, спасибо. Эти бандиты перекрыли дорогу в королевскую крепость. Чего они хотят? Войны, я полагаю. Самоцвет и слёз помогли нам установить мир с викингами. Так что им теперь нечем заняться. К тому же они скучают по своим премиям. Они получили премию за то, что сражались за вас. А почему я ничего не получал? Многие из нас пострадали от этого нескончаемого мира. Ладно, всё, хватит болтать, пора уже сражаться. Так. И наведите баллисту, перемещая прицел мышью, и нажмите для стрельбы. И чё, а где же строительство замка? Где же апгрейды, прокачки войска? Ну, видимо, постепенно мне всё это будет даваться. Баллиста будет служить для защиты, в случае, если мои воины вдруг погибнут. Такс. Найдите флаг. Ну, нашёл я флаг, вот флаг. Меняйте масштаб. Отлично, я понял. Ааа, вот вражеский замок, который нужно будет разрушать, я так понимаю. А вот мой замок, который будет пытаться разрушить враг. И если, я так понимаю, какой-то из отделов моего замка будет уничтожен, то я не смогу строить воинов. Например, если уничтожат отдел с лучниками, то я не смогу строить лучников. Если с рыцарями, то рыцарей. Ну и так далее, так далее, так далее. Надеюсь, я всё правильно понял. Ну всё, понятно. Расстреляйте врагов. Окей, хорошо, это будет не проблема. Какие-то враги здесь глуповатые. Чё, как-то я даже не знаю, мне жалко их стало. Верните флаг при помощи своих воинов. Воинов можно выбирать здесь. Отлично, я понял. Еда постепенно восполняется. А какой из отделов даёт мне еду? Я не вижу почему-то. Тут никакой фермы и ничего в этом духе. Но да ладно, мои воины и сами справятся. Давайте ещё построим несколько лучников, чтобы закрепить успех, чтобы они могли прикрывать спины наших солдат. Валить, грубо говоря, из тыла. И вот враги. Эй, они строят лучников. Нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет. Пока я буду забирать флаг, лучники могут меня расстрелять, поэтому придётся использовать баллисту. И чёрт. Чёрт, почему некоторые рыцари здесь такие бронированные? Ого! Я даже этого рыцаря на коне быстрее уничтожил, чем вот этого засранца. Охренеть. Его тело полностью было заполнено копьями, и он всё равно жил. Да что ты будешь делать? Почему я не могу в тебя попасть? Оп. Ну, странно, я думал, он умер. Да как же... П-п-п-п. Сдыхай же уже, наконец-таки. Я не подпущу вас к своим территориям. Чё он... Чё он свалился? Ха-ха-ха. Отлично, флаг снова у нас. Да, наши парни отлично справились. Сэр, говори, солдат. У нас кончились стрелы для баллисты, а эти лучники не дают нам покоя. Пришло время лично преподать им урок. И чё, и как, и что? Ага, теперь я могу вызвать героя. Ну чё, поехали. Надеюсь, герой будет силён. О-о-о-о! Не может быть! Не может быть! Мне дают управление героем! Да здесь действительно много возможностей, и это радует. Так, а как прикрываться от стрел? Будет ли щит меня защищать? Эй! Ну, вроде бы, кое-как защищает. Сейчас я до них доберусь и просто порублю в салат. Да не отталкивай! Да-да-да-да! Дайте подойти вас порубить! Я же именно для этого здесь. Оп! Успел среагировать. Хе-хе-хе! А теперь я сломаю ворота и разрушу замок собственноручно. Эх, удерживайте Е, чтобы вернуть управление назад над замком и баллистой. Ну, мне так нравилось играть героем. Ладно, хорошо. Что еще мне скажет дедуля? Гаррет, на поле битвы тебе нет равных. Хе-хе-хе! Естественно, дед! Но убив горстку лучников, врага не остановишь. И что же нам делать? Нужно разрушить их замок. Ну, это изи. С этим мы справимся. Именно для этого я здесь и... Есть. Все. Понятно. Уничтожьте замок врага. Но как его уничтожать? С помощью стрел баллисты вряд ли можно будет это легко сделать. Я наношу урон вроде бы по этим кирпичикам, но он такой незначительный, такой мизерный. Эй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Я буду эти кирпичики выбивать тысячелетия, наверное. Ох! Другие снаряды. Давайте попробуем использовать их. Вот это я уже понимаю. Но опять же, этот шипастый снаряд, который скорее должна была катапульта запускать, наверное, более эффективен против обычных солдат. Хотя, вон, солдаты обычно и от обычных ударов баллисты погибают. А что если шар этот? Оу! Воткнулся. Отлично. Плюс у меня есть какое-то яблоко и еще какой-то камень. Это камень же, да, вроде бы нарисован. Давайте для начала построим несколько воинов, так? Так? Построим лучников, а уже потом я буду отстреливать вражеский замок. Хорошо, так и поступлю. Потому что не хочется тратить свое время и снаряды баллисты для того, чтобы уничтожать обычных воинов. Ну, давайте посмотрим, что это за яблоко. Запустим его сюда. Мы... Оу! Это хорошо. Так, а камни? Настолько же они будут эффективны? Если они находятся дальше, то они, по идее, должны быть еще жестче. И вражеский замок начинает рушиться. Замечательно. А может быть, получится, например, сломать деревянную плиту с помощью этого шарика? Нет, нихрена. И где мои бойцы все? А, лучники только остались. Лучники-то не особо хорошо стреляют. А если я использую яблоко для... Да, замечательно. И почему враг может штамповать такое огромное количество воинов, а я всего лишь пятерых одновременно? Это как-то не особо здорово. Ладно, хорошо. Попытаюсь уничтожить какой-нибудь вражеский отсек. Тогда ему будет приходиться гораздо тяжелее. Поехали. Так, так. Где у нас находятся лучники? Хочу уничтожить вражеских лучников. Я что-то их не вижу. Ага, вот они. Но камни обрушились таким образом, что они просто-напросто теперь закрывают лучников. Но все равно я попытаюсь все это дело взорвать. Давай. Хорошо. Неудачники. Осколками просто разнесло их на куски. Замечательно. Я доволен. Хорошо. Теперь в бой идут камни. Ну-ка. И... А может быть все-таки... Давай. Не подведи меня, шарик, в этот раз. Пожалуйста. И толку от тебя нет. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Придется использовать яблоко для уничтожения врага. И опять мои все войны погибли. Не успеваю реагировать. Эх. Ладно. Буду отстреливать. Главное сломать лучников. Почему-то у врага лучники гораздо круче, чем у меня. Возможно, просто они у него прокачаны, а у меня еще нет. Ну-ка. Ну, когда же я смогу сломать эту плиту? Камни эффективны против камней. А против дерева они не очень. Против дерева, наверное, все-таки яблоко будет получше. И да. 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 Замечательно. И хорошо, что эти камни, разлетающиеся, не дымажат моих воинов. Кстати, я выбил уже забор. А какой в этом смысл? Будут ли мои воины теперь разрушать замок? А если будут, то как они будут это делать? Я не понимаю пока. Ну, ладно. Будет понятно со временем. Так. Ну, я же вроде бы врага уничтожаю. Охренеть. Они моих солдат разрубают просто за секунды. Да. По-любому надо будет здесь что-то прокачивать. Потому что это никуда не годится. И враг гораздо сильнее меня. Так. Буду ломать башню вражескую у основания. Чтобы она просто-напросто обрушилась. Мне кажется, это эффективно. Давайте используем... Ой-ой-ой! Ага. То есть я могу еще и своих ребят задеть. Простите, пацаны. Не хотел. Так, где вы? Вызываем новых. Хорошо. Буду стараться избегать выстрелов на поле боя. Буду стрелять только... А чё? А чё взорвалось? Странно. Буду стрелять только в вражеский замок. Остался, я так понимаю, один отсек. И это, наверное, вот этот, да? Хотя, стоп. Где-то тут должен быть живой человек, я так понимаю, да? А я его не вижу. Что значит надо сломать? Может быть, вот это? Ладно, хорошо. Используем. Такс, поехали. И-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и. Да. Ха-ха-ха. Замечательно. Фух. Вражеский замок уничтожен. И как всё-таки высокомерно мы назвали себя добром, а врага злом. Ведь может встаться так, что это враг добро, а я зло. Просто дедуля хорошо прикрывается. Кто теперь король, а? Опа. Ну, естественно, я король. Нет, я король. Ваше величество. Хм? Что-то меня занесло. Эта битва напомнила мне о молодых годах моего правления. Теперь дедуля стопудово захочет захватить мир. И это неплохо. Я тебе рассказывал о битве на севере, когда мы штурмовали великую крепость викингов Бладгард. Около сотни раз, по крайней мере. После сотого я перестал считать. Что ж, сегодняшняя победа говорит о том, что эта история пошла тебе на пользу. Раз уж мы об этом заговорили, есть еще кое-что, чтобы пошло мне на пользу. Ладно, ладно, вот твоя премия с золотом. Спасибо. Я буду раз... Рад, может быть, если ты на многие годы останешься нашим защитником. Вы и королевство можете рассчитывать на меня. Ну, конечно, только если ты будешь золотом мне отплачивать. Рад это слышать, сэр. Спасибо. Спасибо. Все хорошо, главное, что есть бабосики. Блин, а почему не пять звезд? Просто, возможно, нужно было немного быстрее действовать. Ну, да ладно. Боец дня у нас лучник. Снаряд дня. Это камни. Хорошо. Когда же мне позволят строить свои замки? Когда я пройду обучение? Я хочу построить свое королевство. Возможно, я устрою революцию. Свергну короля. И тогда все будет хорошо. Так, а что теперь будет происходить? Какой-то монах пришел. Не особо-то я люблю монахов. И Харри у тебя хитрая какая-то. Сто процентов хочешь мной воспользоваться. Сэр Гарретт, ты никогда не устаешь от тренировок? Верно? Как и ты не устаешь задавать мне один и тот же вопрос, брат Вик. Чего они здесь одно и то же говорят? Я не понимаю. Итак, после стольких лет службы ты все еще хочешь быть защитником королевства? А почему бы и нет? С этими волшебными камнями мне приходится иметь дело лишь с горстками бандитов. Самоцвет слез уже защищает королевство, так что лучше не придумаешь. Возможно, ты прав, сын мой. Но помни, мир никогда не длится вечно. Одно маленькое облако может закрыть солнце, и мир окутает тьма. Нихрена у тебя лапы. Ха. Тебе не запугать меня своими мрачными пророчествами. А теперь оставь меня, мне нужно упражняться. Так пожелаешь. Надеюсь, твое мастерство понадобится тебе только для сражения с бандитами. На что ты намекаешь? Ты расхватил мой план по свержению короля? Так что это за мини-игры? Ну давайте пробовать. А, видимо, опять обучение. Я же уже умею стрелять из лука. Нет, я не умею стрелять из лука. Я не стрелял вроде бы из лука. Ну я умею пользоваться рыцарем. Нихрена мне еще раз? Ну ладно. Раз того просят. Эй. Нечестно. Вот так вот. Другое дело. Лучше бы мне дали посражаться с какими-нибудь бандитами, а не просто с манекенами или мишенями. Как-то это не особо круто. Я хочу рубить их своим мечом. Победа. Изи уровень. И опять я не заработал большого количества звезд. Ну как же так? Оба-на. Теперь в ближнем бою. Оба. Эй. Эй. Закончите за 30 секунд. Да я не могу закончить за 30 секунд, потому что когда меня атакуют, я... Меня откидывает. Давай. А если так? А если так? Ха. Давайте, подъезжайте сюда, манекены. Да блин, эти манекены еще жестче, чем обычные воины. Так как с тобой поступить-то? Давай-давай-давай-давай. А, можно стрелять из лука в этом испытании. Ну хорошо. Тогда не буду просто подпускать их к себе. Это четырестого халтура. Ну а как быть иначе? Я думал, мечом их надо порубить, ведь они манекены ближнего боя. Ну ладно, хорошо. Можно и так. Хекс. Кто следующий? Кто еще? Не будет здесь обычных воинов? Нет? Отличная работа. Эх. Ну да, обучение, видимо, будет довольно долгим. Ну и ладно. И думаю, друзья, в принципе, на этом пока можно остановиться. Продолжим мы с вами в следующий раз, если игра вас зацепила. Напомню, что набираем 3000 лайков и я записываю прохождение. Видите, я прошел на 0 звезд. А, это следующий уровень, видимо. Ну а пока на этом все. С вами был Перпетум или же Александр. Большое спасибо за внимание, за просмотр. До новых встреч. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok